В Федеральном научном центре кормопроизводства и агроэкологии имени Вильямса состоялось координационное совещание по кормопроизводству России и международная конференция, посвященная 100-летию института. Подробности в репортаже. Это уже шестое по счету мероприятие в рамках празднования юбилея, который институт отметил в июне 2022 года. Открыли его возложением цветов к мемориальной доске академика Российской академии наук Александра Жученко. В Луговой он работал с 2009 по 2013 годы. Мы бы хотели поклониться Александру Александровичу, поблагодарить его за то, что он сделал и биологической, и экологической, и сельскохозяйственной науке. Мы гордимся, что такой великий человек работал в нашем институте. Институт славится своими научными достижениями, которые стали возможны прежде всего благодаря ученым. Среди них много как людей опытных, так и пришедшие им на смену энергичной, увлеченной молодежи. Поприветствовать сотрудников Федерального научного центра приехал временно исполняющий полномочия главы городского округа Лобня Игорь Демешко. В первую очередь хочу поздравить научный коллектив Всероссийского института кормов имени Вильямса со 100-летним юбилеем. Вы показываете достойный пример в служении науки, вносим неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства в наши любимые страны. Сегодня тема конвенционного совещания конференции является весьма актуальной, посвящена перспективным направлениям развития кормопроизводства. Надеюсь и уверен, что результаты конференции будут успешно применены на практике. Желаю успехов в научных достижениях, открытиях. Благодарю за работу. Игорь Владимирович вручил сотрудникам благодарственные письма и грамоты в честь столетия института. А на повестке координационного совещания множество вопросов в разных сферах сельского хозяйства. Технология приготовления и использования кормов, генетические ресурсы кормовых растений, перспективы развития образовательного пространства в научных учреждениях. Основная цель – наладить работу в отрасли кормопроизводства. Чтобы план работы всего кормопроизводства страны имел одно направление, а не разношерстное. Чтобы это была единая работа, консолидируемая нашим институтом. Встреча проходила в онлайн-режиме. Благодаря такому формату в ней смогли принять участие ученые со всей России от Калининграда до Дальнего Востока. За два дня конференции было прослушано 78 докладов.